Подарок Камчатке в виде 100 тысяч защитных костюмов для медиков, 3 миллиона масок и различные медтехники доставили из Москвы. Рейс с медицинским грузом для камчатских больниц прибыл вечером 15 июня. Этот груз сформировался по решению мэра Москвы. Это сегодня помощь, подарок мэрии Москвы для Камчатского края. Губернатор Камчатского края обратился с просьбой о том, чтобы нам помогли, потому что, к сожалению, мы в отдалённом регионе находимся и сегодня не так легко доставить сюда большие партии грузов медицинских. Есть проблема с покупкой, с проведением конкурсов. Всё это занимает долгое время. Москва откликнулась и нам прислали сегодня такой груз для того, чтобы мы могли спокойно передохнуть, сделать плановые закупки, а этим грузом перекрыть сегодня ту потребность, которая у нас периодически складывается. В доставленный груз вошли 200 БИПАП-аппаратов. Такой аппарат позволяет контролировать процесс дыхания путём периодической подачи воздуха под давлением в дыхательные пути через специальную носовую или ротовую маску. 50 концентратов кислорода. Аппараты, которые вырабатывают поток кислорода и обеспечивают работу операционной или нескольких пациентов одновременно. А также 2000 пульсоксиметров. Ну а сегодня мы встречаем в первую очередь это средства индивидуальной защиты, это маски медицинские 3 миллиона штук, 100 тысяч медицинских костюмов. Типа тайвик, это те костюмы, которые можно использовать в зонах, где так называемые красные зоны, где сегодня врачи находятся и медперсонал. Мы получаем аппараты медицинское оборудование для непосредственно палат интенсивной терапии и получаем разные составляющие, там и маски, и многое чего, для того, чтобы контролировать те аппараты, которые сегодня пришли и которые имеются в наличии на территории Камчатского края. Чтобы вывезти прибывший груз из грузового терминала главного аэропорта Камчатки, потребовалось 12 КАМАЗов МЧС. Всё прибывшее оборудование СИЗы распределят между учреждениями здравоохранения края. В краевом правительстве отметили, что прибывший груз московские медики формировали ещё до приезда на полуостров. Сейчас они изучают происходящее более детально уже на месте, смотрят, чего не хватает, и по всей вероятности Камчатка может ожидать ещё поставок медицинских грузов из столицы. Что касается самого медицинского десанта, который прилетел в пятницу 12 июня на полуостров, то они уже активно работают в местных учреждениях здравоохранения.